Всем привет, это XBT.com и сейчас мы вам расскажем про смартфон Samsung Galaxy A5 2016 года. Как мы помним, год назад компания Samsung выпустила линейку смартфонов с акцентом на дизайн. Это были модели Samsung Galaxy A3, A5 и A7. Все они были в металлическом корпусе, что их выгодным образом отличало от остальных моделей компании Samsung. В этом году эта традиция была продолжена, но на этот раз, хотя ставка на дизайн сохранилась, тем не менее корпус уже не полностью металлический, а задняя панель выполнена из стекла. Итак, вот у нас Samsung Galaxy A5. Это средняя модель линейки, то есть у нее средняя диагональ экрана 5,2 дюйма, средние аппаратные характеристики и, соответственно, средняя цена. Как мы видим, окантовка, то есть вот шасси полностью металлическая. Здесь сохраняется преемственность по отношению к моделям предыдущего года. Ну а задняя панель полностью выполнена из стекла. Причем это именно стекло, а не просто пластик. Здесь мы не можем не вспомнить о смартфонах компании Sony, которая, как мы помним, первой начала активно использовать в задней панели именно стеклянное покрытие. Но, тем не менее, у смартфона Samsung вполне такой самостоятельный и самобытный облик во многом благодаря вот этому специфическому скруглению у краев шасси и на углах, что создает более удобный хват и позволяет пользоваться смартфоном с большим комфортом, чем когда углы абсолютно прямые и грани острые. Что еще важно подчеркнуть? Очень маленькие рамки вокруг экрана. Здесь можно сравнить смартфон с айфоном 6s Plus для того, чтобы более наглядно понять разницу. Обратим внимание, насколько у Samsung Galaxy A5 меньше рамки вокруг экрана, чем у iPhone 6s Plus. Вследствие этого существенно более компактные размеры Samsung Galaxy A5, хотя диагональ дисплея не сильно меньше. Напомним, здесь это 5,2 дюйма, а у iPhone 6s Plus 5,5 дюйма. Что касается толщины, то мы видим, что аппараты почти одинаковые по толщине, но тем не менее все равно iPhone более громоздким воспринимается, чем аппарат Samsung. В общем, в плане дизайна Samsung Galaxy A5 производит очень приятное впечатление. Из минусов отметим то, что здесь тоже, как и у iPhone, выпирает камера. Это значит, что если мы положим смартфон на стол, то он будет не абсолютно полностью примыкать задней панелью к поверхности стола. Еще одна важная особенность Samsung Galaxy A5 нового поколения – это наличие сканера отпечатков пальцев. Мы сейчас сравним скорость работы сканера отпечатков пальцев у Samsung Galaxy A5 и у iPhone 6s Plus. Заметно, что у Samsung Galaxy A5 он работает существенно медленнее, чем у iPhone. В общем-то, это характерно для всех аппаратных компонентов этого устройства. Дело в том, что главное, на чем Samsung здесь сэкономил, это именно на производительности и на аппаратных компонентах. Хотя здесь используется восьмиядерный процессор с частотой 1,6 ГГц, тем не менее производительность этого аппарата существенно уступает не только флагманам этого года, но даже флагманам предыдущего года. Скажем, в популярном бенчмарке Epic Citadel смартфон не набирает даже 30 кадров в секунду. Это значит, что, допустим, играть в 3D-игры среднего довольно-таки уровня будет на этом смартфоне уже некомфортно. Здесь хорошо видно, что картинка идет с небольшой задержкой, что картинка не гладкая, изображение не очень гладкое. Собственно говоря, внизу мы видим как раз колеблющееся значение FPS, то есть кадров в секунду, и почти все время оно меньше 30. Таким образом, для игр этот смартфон не подходит. Впрочем, никаких проблем при повседневном использовании, при веб-серфинге, проверке почты, листании экранов интерфейсов здесь нет. Все работает достаточно гладко, и вот эти вот возможности у смартфона ничем не уступают другим аналогичным аппаратам. Важная особенность модели – это наличие совмещенного слота для карт. Здесь может быть одна карта nanoSIM, и либо одна карта microSIM, либо одна карта памяти microSD. Возвращаясь к теме дизайна, стоит отметить, что хотя задняя стеклянная панель выглядит очень симпатично и стильно, тем не менее здесь можно заметить очень большую маркость. Отпечатки пальцев появляются здесь моментально и сильно портят внешний вид аппарата, особенно когда сюда попадает свет. Размещение кнопок стандартное. Здесь у нас регулировка громкости, нажимаются они достаточно упруго. С этой стороны мы видим кнопку питания. Что касается разъемов, то не очень удобно расположен джек 3,5 мм, он внизу. Но, опять же, а в остальном никаких сюрпризов – это microUSB, тоже на нижней грани, динамик и микрофон. В целом аппарат получился довольно интересный в плане дизайна, и многим пользователям наверняка понравится вот этот вот корпус, компактность его, прекрасный экран 5,2 дюйма. Но, тем не менее, аппаратная производительность этого смартфона весьма печальная, и, кроме того, нас огорчила не очень быстрая работа сканера отпечатков пальцев. Так что флагманским этот аппарат никак нельзя назвать, но цена у него вполне такая средняя по нынешним меркам – около 27 тысяч. Продажа должна начаться в январе, и к тому моменту цена может быть скорректирована в зависимости от курса валют. Но пока заявлена именно такая цена, и нам кажется, она вполне адекватной, потому что прекрасный дизайн с одной стороны и средняя аппаратная производительность с другой стороны. Флагманы Samsung, такие как Samsung Galaxy S6 Edge и Samsung Galaxy S6 Edge Plus стоят гораздо дороже, так что это хорошая возможность приобрести симпатичный смартфон за умеренную цену. Читайте наши статьи, подписывайтесь на наш канал, и до скорых встреч. У нас еще будет много всего интересного.